Привет всем! Если у вас проблемы с тросельной сослонкой, обязательно смотрите это видео. Но если у вас на данный момент нет проблем, учтите, что каждый водитель рано или поздно сталкивается с этим. В других видео я рассказывал о неисправности и об ремонте этого важного узла автомобиля. И ссылки на эти очень интересные видео я оставлю ниже в описании. Тут я покажу, если вы подозреваете об неисправности троселя и заслонки, один вариант, как проверить ее с помощью простым сканером или с компьютером без снятия и разборки. Если у вас нету такой сканер, обязательно купите и ссылки на магазин оставлю ниже тут в описании. Такой метод проверки в некоторых случаях значительно вам облегчит решить проблему. Итак, если у вас корид чек, компьютерное сканирование показывает ошибку P0122 или замечаются резкие рывки и провали в работе двигателя, при нажатии на педаль газа. Как можно проверить, без снятия и разборки, причина именно в дроссельном заслонке или куда-то еще нужно искать. Что нам нужно сделать? Программами я пользуюсь MotorData OBD, CarScanner и можно, конечно, и другие, если есть такие опции, которые я сейчас покажу. Эти программы на своем смартфоне или айфон можно установить с Google Play Маркета. Присоединяем на OBD2 простой диагностический сканер ELM327. Открываем замок зажигания и, например, с помощью диагностической программы MotorData OBD подключаемся к ЭБУ автомобиля. Заходим в текущие данные. Не обязательно завести двигатель. На моем машине и заглушенным двигателем можно посмотреть те параметры, которые мне интересуют. Некоторые программы могут отображать данные с датчика как в вольтах, так и в процентах. Если в вольтах, то значения будут в пределах 5 вольт. С большой вероятностью для многих машин в сканере будут отображаться значения от 0,3 до 4,7 вольт. Сделано для того, чтобы блок управления понимал, что датчик рабочий. Если будет 0 вольт, то выйдет ошибка, обрыв датчика. Если будет 5 вольт, это полностью открытая заслонка и короткое замыкание. То, что нам нужно, есть и в разделе программы цифровая панель. Но для хорошей визуализации процесса лучше зайти в графике. Там выбираем пункт «Параметр «Оссельная заслонка». Абсолютное значение в процентах. Нажимаем «Читать» и появятся графики. Начинаем нажимать на педал газа плавно-медленно. Медленно. И мы должны с помощью графика увидеть угол изменения положения дроссельной заслонки. То, что мы видим визуально на этом графике, также видит и ЭБУ автомобиля. Угол изменения дроссельной заслонки. Но ЭБУ это видит в цифровом виде. Программа в этом случае та не показывает в процентах. Чтобы понять сущность такой проверки, мы должны коротко разобраться в суд работы дроссельной заслонки. Каждый момент для ЭБУ важна информация, на какой угол данный момент открыт заслонка. И эту информацию он получает с контактного резисторного датчика. Так называемый потенциометр. Который разными способами крепится или монтируется в дросселе автомобилей. В зависимости от марки и кода изготовления. На какой угол открыт заслонка фиксируется с резисторными дорожками. И информация непрерывно передается в ЭБУ. Бывает так, что иногда из-за длительной эксплуатации эти дорожки стираются, портятся или волоски укорачиваются. Из-за этого в ЭБУ передается некачественная информация обрывами. И соответственно в момент обрыва передачи информации в двигателе наблюдается рыбки, провали, троение. Последних марок автомобилей часто стали устанавливать троселей бесконтактными резисторами. И когда вы разберете тросель, такой резисторный датчик внутри не увидите. Также мы должны еще знать один важный момент. Заслонка в троселе приводится в движении с помощью моторчика внутри и зубчатым приводом. Часто изнашиваются зубцы и из-за этого заслонка не может открываться плавно. Вот из-за этого в ЭБУ передается некачественная информация. И тоже может рывки и провали в двигателе. Как поставить диагноз? Так, чтобы понять рывки и провали в двигателе, именно причина неисправности тросельной заслонки. Итак, заходим в программке, в нужный раздел и нажимаем до конца плавно и медленно на педаль газа. График начинает расти, поднимается. До того, как педаль газа доходит на полу, то отказа график должен расти вот так плавно, без ступеней и без каких-то рывков. Потом отпускаем педаль, также медленно и плавно. График должна также плавно уменьшиться, без провалов. Если на графике наблюдаются провали или горки, то на 100% можно сказать, что причина поломки неисправности в дросселе. Потерлая дорожка резистора. Или отломание изношения зубцы. Заслонки в дросселе через педаль газа приводятся в движении с помощью тросика. Но в современных марках автомобилей заслонка в дросселе приводится в движении с помощью газа, но без тросика. Электронная информация в дросселе, на какой угол должна открываться заслонка, с педали газа передается с помощью монтированной внутрь педали резистора. Так что если резисторная дорожка в педали истерта и испорчена, двигатель в таком случае тоже может работать с кривками. В программке MotorData OBD качество работы педального резистора тоже можно проверить. Находим нужный раздел и нажимаем на педаль. Если при нажатии график плавно растет и при отпуске педаля график также плавно уменьшается, тогда можно с большой вероятностью сказать, что причина нестабильной работы двигателя не электронный педаль газа. Вот и простой пример проверки дросселя, если замечаются резкие рывки и провалы в работе двигателя при нажатии на педаль газа. Вот почему я рекомендую приобрести хотя бы простой дешевый диагностический сканер. Ссылку для приобретения на Алиэкспресс оставлю ниже в описании этого видео. Если ее у вас нету, проверить можно и в диагностическом центре с помощью других продвинутых программ. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует...